АПЛОДИСМЕНТЫ Наташа, вот вы всегда очень по-доброму отзываетесь о всех. Попробуйте раскритиковать эту пару. Я искренне люблю эту пару. Я не могу их просто так критиковать. Была небольшая ошибка, которую, я надеюсь, судьи увидят как элемент номера. Но после того, как вы сказали, уже не увидят. Нет, никто даже не понял. Я одна знаю. Но я хотела бы обратить внимание всех и судей, которые наверняка это все увидели, и зрителей, что они выполнили верхнюю поддержку, которую делают только парники очень высокого класса. Они несколько недель готовили эту поддержку и, наконец, решили ставить ее в номер. Исполним написать обязательно. Ты уверена? Уверена. Оно тебе надо? А мы сделаем с удовольствием. То есть это, подожди, это еще не подарок. Ты подарок сначала покажи. И как раз и подарок тоже это будет. Все в одну кучу, да? Да, все в одну. В общем, еще один раз вы все повторите, да, Нанна? Ну, можем и номер еще раз откатать. Только для Игоря Бобрина. Натаха-то Королева уехала. Давайте только вот элементы. Маленькая, сладенькая, тай-да-ди-да-ди-да-да, маленькая, сладенькая, браво! Спасибо, Юля, спасибо, Жером. Игорь, я думаю, элемент был хорош. Потрясающий элемент. И как вот у нас уже прозвучало здесь, по-моему, Алла сказала, что я не могу понять, кто фигурист, а кто не фигурист. Вот здесь уже так сравнялось мастерство, что в этой поддержке абсолютно профессиональную позу она держала наверху. Но я хотел бы, ребята, вам сказать одну добрую вещь, которую я, ну, чувствую, например, да? Уже у всех участников здесь набран целый репертуар номеров. И они бывали и трагическими, и маристическими, и гротесковыми, и так далее, и тому подобное. Но все ваши номера, которые вы исполняете, они доставляют для меня одно чувство – радость. И это, наверное, самое главное. Спасибо огромное. И вы каждый раз нам доставляете радость, когда показываете, как нужно правильно выполнять элемент. А главное, я смотрю просто вот с упоением и думаю, как они это делают. А потом стараюсь это повторить. Это очень сложно, но через некоторое количество тренировок, конечно же, мы промолчим. Сколько? Все-таки это получается, конечно, не так, как у вас. Но мы к этому стремимся. Посмотри налево обязательно и скажи спасибо, Джером. Спасибо, Джером, тебе. Налево. Сосо, думал ли ты, что вот хрупкая певица Юлия Савичева сможет такое выделывать на льду? Как раз ты мои мысли читаешь. Я всегда удивлялся, откуда в этой маленькой, хрупкой девочке вот такая энергия, вот такой голос, вот такая сила, когда она исполняет потрясающие песни Макса Фадзеева. Это так трогательно. И так же она трогательно танцует. И, конечно же, честь и хвала партнеру потрясающему парню и потрясающий дуэт. Спасибо вам большое. Спасибо, Сосо. Я с удовольствием еще раз это посмотрел, выйду, Наташа убежала. Алла, я так понимаю, вам тоже понравился номер? Мне очень понравился номер. А в них столько энергии, и в Юле, и Юля вообще такая смелая девушка, то, что она делает такие поддержки, это просто невероятно. В ней такая энергетика замечательная, позитивная очень. Их очень хороший партнер. Спасибо вам большое. Елена Анатольевна, я как-то вам, может, задавал такой вопрос. Может быть, мы все-таки отдадим Юлю еще и в профессиональное фигурное катание? Я вот сижу, думаю, как раз, почему мама в свое время не отдала ее к нам. Потому что так быстро обучаема и такая ловкая партнерша. И такой запал сумасшедший. Вот то, что нам необходимо для наших спортсменов. Юля, мне очень жаль, что я вас вижу здесь, а не в нашем профессиональном спорте. Но я хочу сказать спасибо Джерому тоже, потому что, конечно, это он подвиг Юлю на все эти поддержки сложнейшие. И очень, я думаю, все профессионалы заметили, очень важно, что спуск из этой поддержки свечкой был на одну ногу. Это вообще немыслимо для непрофессионала. И в любых абсолютно образах вы убедительны, сильны и доставляете удовольствие. Тут Игорь прав. Столько добрых слов. Ребята, не забудьте, что вы у нас один раз вылетели. Да, да, я как раз каждый раз об этом помню. Спасибо за... Собственно, еще оценок они не увидели. Может, и сегодня... Да, поэтому как бы... Нажимаю на повтор. Итак, Пеппи Длинный Челок. Замечательно, он гениально, блестящий. Вы знаете, что меня поначалу смущало? Давайте обратим внимание на Савичева, а потом я продолжу. По сравнению с Александром Песковым, здесь Гаврош Бланшар был этаким рыцарем, лишенным наследства, то есть Айвенга. Но я думаю, что если бы Вальтер Скотт увидел это выступление, он написал бы книгу поддержки. Потому что ребята катались, как не катались никогда, как мне кажется. Освоено такое количество элементов, и я думаю, что очень многим участникам нашего шоу можно просто позавидовать. И можно сказать смело, что они даже на такое не способны, потому что авторитетно заявляют то, что делают Юля и Жером, это из области высшей математики фигурного катания. Потому что та неудача, которая была несколько программ того назад, подклеснула ребят, и они каждый раз совершенствуются. Они идут навстречу друг другу и придумывают что-то новенькое. Вы посмотрите, все получается. Я думаю, что это лучшее катание Бланшара и Савичевой за время существования нашего нетленного проекта. Поэтому аплодисменты. Катаются они легко, я думаю, с такой же легкостью жюри выставляет оценки. Итак, внимание, что же поставили судьи? Алла Сигалова. 6-0. Наталья Бессемьянова. 6-0. Спасибо! Спасибо! Елена Чайковская. 6-0. Спасибо! Игорь Бобрин. Вот уж интересно. 6-0. Сосо Павлиашвили. 6-0. Машин, 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 Николай. А чувствую, что оценка 6-0. 36 баллов. Спасибо большое! Спасибо огромное! Спасибо! Нам очень приятно слышать, конечно же, такие добрые слова. Но я вам хочу сказать, что каждый раз, когда я оттанцовываю номер, я в голове прокручиваю себя те моменты, которые могли бы быть и лучше. И каждый раз я их пытаюсь повторить, улучшить и так далее и тому подобное. Поэтому эти шестерки для меня лично только стимул к дальнейшей работе и к дальнейшим достижениям и к тому, чтобы кататься все лучше и лучше. Спасибо вам огромное! Ну, надо, кстати, дать слово и Жерому. Я хочу поблагодарить всех. Он говорит, что благодарит всех. И я хочу поблагодарить Игоря Бобрин за свои идеи, за его заинтересованность. И благодарю Юлию за его... Ну и нашей Юле тоже. Спасибо. Всегда благодарю. Спасибо вам. Спасибо. Конечно, Жером благодарен Юлии за вес, за изобретательность, за храбрость, красоту, находчивость и характер. Спасибо, Юлечка, дорогая. Жерон, мерсибуку, 36. Слышите? Хорошая оценка. Прощай.